Если место встречи парламентариев изменить нельзя, то про повестку дня так не скажешь. Новая сессия, новый список обсуждаемых вопросов. В этот раз депутатам предстояло принять поправки в 13 законопроектов, в том числе по материнскому капиталу, а конкретно по выплатам на четвертого или усыновленного ребенка. Местные депутаты решили расширить список направлений, на которые можно потратить выделяемые средства еще до момента, когда ребенку исполнилось три года. Возносим изменения, что независимо от срока давности, использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей и инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Чешкесской республики. Также с этих средств можно погашать проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень указываем точно, которые можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока. Решение об изменениях прошло без дискуссий, поскольку эти меры позволят более эффективно использовать средства материнского капитала. Кстати, это уже не первый раз, когда в данный закон вносят поправки. Например, в 2022 году парламентарии поддержали решение, что средства из сертификата, не дожидаясь трех лет, можно использовать на подключение жилых помещений к газовым сетям и приобретение газового оборудования. А еще на оплату медицинских услуг для ребенка и его родителей. Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты, касался бесплатной юридической помощи участникам СВО и членов их семей. Перечень услуг для них теперь значительно расширился. Я думаю, это наиболее актуально будет для семей, которые хотят знать, какие условия оказания поддержки, что должны получать, какие компенсации, какая заработная плата. То есть очень много вопросов. И люди, в принципе, сейчас будут иметь возможность обратиться к конкретно высококвалифицированным нашим юристам, которые работают в бюро, и получат квалифицированную юридическую помощь. Я думаю, это будет большая такая социальная поддержка для ребят, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. В этот день изменения коснулись 13 законов. От нотариальной деятельности в Карачаево-Черкесской республике до сохранения охотничьих ресурсов на территории региона. А еще на сессии депутаты согласовали и новые назначения. Ряды народного собрания пополнила Аида Урусова, которая, получив депутатский мандат, вошла в состав Комитета по бюджету, финансам и налогам.